Книга «Открытым оком», тема «Коммунизм», том 29, вопрос 4010. Правда ли, что жена Брежнева просила молиться за мужа Леонида после его кончины? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Про просьбу ее слыхал в день смерти Ильича. И в Прокровском соборе города Барнаула, где благочинным был ярый Сергея Анис, Войтович, отец Николай, хор Безбожников пел вечную память партийцу Ленинцу. Это сам видел и слышал. И тогда вполне допустимо, что и жена Виктория знала и не возражала. Цитата. В какое небывалое каноническое противоречие вступила ныне московская патриархия, которая отказывается покаяться и осудить сергианство, возводя его в ранг исповедничества. И при этом прославив во святых тех, кто не только отвергал митрополита Сергия и его сенот, но которых родоначальник сергианства митрополит Сергий отлучал и объявлял безблагодатными. Таким образом, современная московская патриархия через прославление священномучеников и исповедников российских сама на себя возложила осуждение этих же святых отцов, которая давлеет над всей московской патриархией из-за нераскаяности. Из всех церковных преступлений митрополита Сергия, комментирует и эти деяния церковный историк, это хула на благодать, несомненно, преступление самое тяжкое. За церковное инакомыслие и не в вопросах веры, а в вопросах церковной политики митрополит Сергий лишал человека не жизни и свободы, но гораздо большего. Он отлучал его от самого источника вечной жизни, и хотя отлучение это, несомненно, оставалось только на бумаге, это не уменьшает тяжкого греха митрополита Сергия, возомнившего, что божественная благодать подчиняется его канцелярским указам, принятым во исполнение велений НКВД. От словес своих оправдаешься и от словес своих осудишься, предупреждает Господь всех неправедных судей. Матфея 12.37 А церковные правила повелевают подвергать такому же наказанию ложных обвинителей, какому они несправедливо хотели подвергнуть невиновных. Шестое правило Шестого Вселенского Собора Непростительную хулу митрополит Сергий произвел и следующим своим деянием. Почти сразу после провозглашения декларации решением Сергеянского Синода От 8 по старому стилю по новому 28 октября 1927 года было отменено особое прошение в богослужении Огонимых ныне за православную веру и церковь и окончивших жизнь свою исповедниках и мучениках. И особый день 25 января повиновения всех усопших в нынешнюю лютую годину гонений исповедников и мучеников. Постановление Поместного Собора Русской Православной Церкви от 14 июня 1918 года А вместо этого вменено упомянутым постановлением Синода прошение О богохранимии стране нашей, властях и воинстве и я. Сам текст данного указа невозможно найти ни в одном из известных источников по церковной истории нашего столетия Но судя по некоторым коственным свидетельствам из писем священно-мучеников российских Очевидно, что поминовение безбожников и богоборцев должно было происходить не только на их теньях Но и на Проскомидии при совершении Святейшего Таинства Евхаристии, а также на Великом Входе Это доказывается и самой практикой, установившейся в Московской Патриархии Фанатичный Сергей Анин, митрополит Вениамин Фетченков В своих воспоминаниях поведал, как он поминал на Проскомидии имена богоборцев Вынимая за них частицы из просфор и смешивая их с частицами, вынутыми за православных В одной чаше вместе с предполагаемыми телом и кровью Христовыми Я поминаю и на Проскомидии и Иосифа Сталина, и Георгия Коткова, и нашего уполномоченного Никиту Смирнова Как заповедал апостол и как требует этого сердце мое Советские иерархи совершали молебны и сорокаусты не только о здравии, но и об упокоении безбожных вождей коммунизма Ленина, Сталина, Брежнева, Андропова и других красных вождей Тем самым полностью упразднив учения церкви о возможности спасения по вере в Бога Так в своей речи перед панихидой по Иосифу Виссарионовичу Сталину Патриарх, в кавычках, Алексий Семанский сказал Цитата Мы молились о нем, когда пришла весть о его тяжелой болезни И теперь, когда его не стало, мы молимся о мире его бессмертной души Молитва, преисполненная о любви христианской, доходит до Бога Мы веруем, что и наша молитва о почившем будет услышана Господом И нашему возлюбленному и незабвенному Иосифу Виссарионовичу Мы молитвенно, с глубокой и горячей любовью возглашаем вечную память Конец цитаты В этом же духе выражался и так называемый патриарх Пимен перед панихидой по Леониду Ильичу Брежневу Цитата Провожая усопшего в последний путь Мы горячо молимся о нем и верим в силу нашей молитвы Вознесем же, дорогие мои наши усердные молитвы О новоприставленном Леониде И возгласим ему вечную память В оправдании такого кощунства над христианской верой и ее таинством Сергеяне обычно указывает, что и в древней церкви всегда возносились молитвы о языческих императорах Гонителях христиан Но откуда известно, чтобы древние христиане молились об упокоении этих языческих императоров Служили по ним сорока усты Как это делалось в советской церкви Отпевали их, да еще и верили в силу таких молитв Могут ли указать сергианские богословы, когда и где древние христиане молились о здравии языческих императоров Именно на литургии верных при совершении проскомидии и на Великом Входе Если молитвы о римской власти и возносились на богослужениях первых христиан То только на литургии оглашенных или на других службах, но на литургии верных поминали только верных Кроме того, возможно ли, чтобы православные христиане молились о благоденстве языческих властей? Они молились о вразумлении их, о просвещении их светом Христовой истины Вот причина, почему митрополит Сергий своим указом, этим своим богохульством Как свидетельствовал священномученик епископ Виктор Нарушает молитвенный смысл великого таинства и разрушает его благодатное значение для вечного спасения душ православно верующих Этот богохульный, оскверняющий святые таинства указ митрополита Сергия Острогородского Опоминовение за литургию верных безбожной власти до сих пор в Советской Церкви не отменен И по-прежнему продолжает служить явным доказательством ее отступничества К титу послания 1.16 Они говорят, что знают Бога А делами отрекаются, будучи гнусны и непокорны и не способны ни к какому доброму делу Иеремия 11.14 Ты же не проси за этот народ и не возноси за них молитвы и прошений Ибо я не услышу, когда они будут взывать ко мне в бедствие свое Иезекииля 8.18 Зато и я стану действовать с яростью Не пожалеет око мое и не помилую И хотя бы они взывали в уши мои громким голосом Не услышу их При непогоде как-то все не так Расквасило дороги в огороде Промокнешь до костей И дождь на ждак И никуда в промозглый день не сходишь Пытаясь внутренне в притчах рассмотреть В обыденном, случайном и обычном Пока погода добрая Мы запасаем впредь Забытая старательно разыщем День испытания Не оказаться хилым Дождь проверяет прочность нашей крыши В пургу скоту Что подцеплять на вилы Ведь с голодухи сдокнут Даже мыши Читайте Библию Читайте ежедневно В кругу семейном В поле и в пути В тот дом по златоусту Не нагорянетый демон А коли был Так поспешит уйти Еще пока в свободе небывалой Мы тешимся Кому-то строим храмы Власть сменится И снова под завалы Не розу будут Кровенеть, а раны Завалит ли зимою снегопад Иные ли к нам Двинут катаклизмы Суди не просто В суе Не в попад А рассмотри Насколько Пали низко Как можно пренебречь Душой бессмертной С какой беспечностью На жизнь свою взирать Нетрудно при сравнениях Поверить Войдут в ту участь Господин и раб Из непогоды Столько можно выжить Не в телевизор пялись А в писание вникнув Конь красный В откровении От крови он рыжий Сметет копытами И не успеешь Скрикнуть Слезит стекло От копоти В подтеках Так на щеках Размажутся страдания Хорошая погода При раскаянии Теплом Свою бесчувственность Молитвою Раздавим 16 сентября 2008 год Игнатий Лапкин Лапкин